Дай почитать. Но дети выросли, а муж, к сожалению, погиб. И Ольга Рожнева оказалась на послушании в Оптиной пустыне. Приехала погостить и осталась. Первый рассказ «Злая Даниловна» написала на ступеньках кельи после тяжелого трудового дня. Сегодня она член Союза писателей России, дважды лауреат конкурса издательского совета РПЦ «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее художественное произведение». В новую книгу «Мера жизни. Как стать счастливым» вошли повесть «Лальские тайны» и рассказы, сгруппированные в двух частях. В чем счастье? Рецепты наших современников. Как действуют духовные законы в нашей жизни? Отличительной особенностью прозы Ольги Орожневой является не просто реализм, а использование, по заверениям автора, реальных историй, случившихся с реальными людьми. Все они попадают в непростые ситуации и неизменно приходят к Богу. Манера повествования незамысловатая, как будто те истории нескончаемые, которые рассказывала тебе бабушка. Интригующая, поучительная и жизненная. Вот случай, произошедший с вполне успешным Петровым. У человека есть, казалось бы, все. Красавица и умница подруга Лера. Деньги, комфорт. Но встреча с бедной Настей, ее дочерью, Анюткой, изменили всю его жизнь. И оказалось, что не в комфорте счастье. Небольшие зарисовки о монахине Евпраксии, бабушке Шуре, батюшке Василия, схемонахе Иакиме. Трогательная повесть, написанная в форме дневника молодой девушки Валентины по распределению «Попавший в Лальск». Интересна нами тем, что события происходят на Вятской земле. Фотографии улиц этого маленького городка, пейзажи, фотографии жителей украшают повесть и придают еще большую уверенность, что все это происходило на самом деле. Это практически детективная история о добрых сердцах, черствовых душах, о милосердии, о подлости, о дороге к храму и о неусыпной заботе Творца о нас грешных. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!